Итак, продолжим. На заседании Совет присутствует 16 членов Совета здесь, из них докторов наук по специальности 2.2.11.6, отсутствует пятеро. В таком составе Совет Полумосим принимает решение. Итак, повестка дня. Защита кандидатской диссертации Полякова Екатерина Алексеевна. Да, давайте представление, я совсем уж с третьего раза забыл. Итак, сначала мы сделаем перекличку официальную. Итак, Чувыгин Борис Викторович присутствует. Чураков Петр Павлович присутствует. Светлов Анатолий Вильевич присутствует. Бадея Вилена Александровна присутствует. Базыкин Сергей Николаевич присутствует. Бодин Олег Николаевич присутствует. Герашинга Сергей Иванович присутствует. Герашинга Сергей Михайлович присутствует. Успеваем? Ну ничего страшного, поменьше. Гречичник Владимир Михайлович отсутствует. Данилов Александр Александрович присутствует. Истоин Татьяна Викторовна отсутствует. Митрошина Александра Николаевича отсутствует. Михеев Михайлович присутствует. Мурашкина Татьяна Ивановна присутствует, Веснякова Нина Владимировна присутствует, Нефедев Дмитрий Иванович отсутствует, Печерская Екатерина Анатольевна присутствует, Роженцев Александр Аркадьевич отсутствует, Трофимов Алексей Анатольевич на месте, Цыпин Борисович на месте и Юрков Николай Кондратьев на месте. Таким образом, еще раз повторюсь, присутствует 16 членов Советского Совета, из них докторов наук по специальности шестеро, отсутствует 5 человек. В таком составе Совет Борисович принимает решение. Позвольте засчитать поездку дня. Итак, защита кандидатской диссертации Полякова Екатерина Алексеевна на тему методики и средств ускоренных испытаний волоконно-оптических информационно-измерительных систем по специальности 2.2.11 информационно-измерительная управляющая система технической науки. Научный руководитель, доктор технической науки, доцент Бадеева Елена Александровна. Официальные оппоненты, доктор технических наук, профессор Увайл Сайгид Увай Солич, заведующий кафедрой конструирования и производства радиоэлектронных средств Миро-Российский технологический университет Голков, город Москва. Отсутствие в удаленном режиме будет присутствовать. И доктор технических наук, доцент Иванов Александр Иванович, научный консультант АО Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт, присутствует точно. Ведущая организация Пензенский государственный технологический университет. Кто за то, чтобы принять поездку дня, прошу голосовать открыто. Против? Нет. Воздержавшийся? Нет. Слово для оглашения представленных соискательным материалом представляется ученому секретарю совета доктор технических наук, профессору Светлова Анатольевича. Анатолий Иванович, вам слово. В Совет поступило заявление от Поляковой Екатерины Алексеевны с просьбой принять в защите ее диссерационную работу по специальности информационно-измерительной управляющей системы. В деле имеется личный листок по учету кадров, копия диплома с отличием о высшем образовании, диплом об окончании аспирантуры, справка об обучении в аспирантуре и сдаче кандидатских экзаменов, заключение экспертной комиссии, подписанное членами нашего диссерационного совета Юрковым-Мясниковой-Базыкиным, заключение ведущей организации, где выполнена работа в Пенский государственный университет, заключение утверждено проректором Васиным, отзыв ведущей организации в Пенский государственный технологический университет, утвержденное проректором по научной работе, 6 отзывов на автореферат, отзывы официальных оппонентов, отзыв научного руководителя. Все документы оформлены в соответствии с требованиями. Спасибо. Слово для доклада представляется искателю Полякова Екатерина Алексеевна. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые присутствующие, На ваше рассмотрение выносится работа методики средств ускоренных испытаний волоконно-оптических информационно-измерительных систем. При разработке перспективных информационно-измерительных систем для ракетно-космической техники стоит задача улучшения их технических и эксплуатационных характеристик. Разрабатываемые системы должны быть работоспособными при воздействии температуры окружающей среды от минус 60 до плюс 150 градусов, в вибрациях до 40G, ударных нагрузках до 100G длительностью 0,5-5 миллисекунд, действующих во время пуска космических аппаратов, иметь высокие показатели технических и эксплуатационных характеристик в течение длительного промежутка времени. При этом требования в части долговечности достигают 25-30 лет, а по безотказности приближаются к единице. Волоконно-оптические информационно-измерительные системы на основе волоконно-оптических датчиков разнородных физических величин с открытым оптическим каналом, в отличие от традиционных электрических, в максимальной степени позволяют добиться удовлетворения данных требований. Для внедрения систем в короткие сроки в космическую отрасль необходимо оценить их технические и эксплуатационные характеристики. Но в настоящее время отсутствуют методики, позволяющие оценить характеристики систем, компонентами которых являются волоконно-оптические датчики разнородных физических величин на стадии разработки в сжатые сроки. Существующие методики не позволяют получить быструю оценку ввиду возрастающих требований к техническим и эксплуатационным характеристикам и устаревают. Известные методики ускоренных испытаний средств измерения распространяются на группу однородных изделий. В состав волоконно-оптических информационно-измерительных систем входят, как правило, датчики разнородных физических величин, которые испытываются отдельно по каждому конструктивному признаку, что существенно увеличивает материальный затрат на проведение испытаний. А при дефиците оборудования и временные длительность испытаний вступает в противоречие с практическими сроками проектирования систем. В связи с этим актуальной научно-технической задачей является разработка методики ускоренных испытаний по подтверждению требуемых технических и эксплуатационных характеристик волоконно-оптических информационно-измерительных систем и позволяющие распространить результаты испытаний волоконно-оптических датчиков одной физической величины на волоконно-оптические датчики других физических величин в составе системы, при этом существенно сократить время ее испытаний. Недостаточно научная проработанность данного вопроса предопределили выбор темы диссертационной работы, основной цели, объекты, предметы исследований. Достижение цели диссертационной работы проводилось в соответствии с данной методической схемой исследований. Положения, выносимые на публичную защиту, приведены на слайде 5. С целью выявления перспективных технических решений волоконно-оптических информационно-измерительных систем проанализирована изобретательская активность понятующих стран за последние 20 лет, показавшая, что лидерами в области разработок волоконно-оптических средств и измерений являются Россия, США и Китай. Определено, что до 80% изобретений направлено на улучшение технических и эксплуатационных характеристик системы и их элементов. На основании систематизации требований, предъявляемых к информационно-измерительным системам ракетно-космической техники, определено, что датчики для космических аппаратов должны иметь высокие показатели по безотказности работы. Вероятность безотказной работы для стендовых датчиков 0,95-0,98 за 10 лет для датчиков, устанавливаемых на двигательных установках, ракетных относителях и разгонных блоках 0,99-0,99-5 за несколько часов. В основу волоконно-оптических информационно-измерительных систем положен блочно-модульный принцип построения, который позволяет определять параметры технических и эксплуатационных характеристик отдельных блоков на стадии проектирования или изготовления. Анализ технических решений систем на основе волоконно-оптических датчиков с открытым оптическим каналом показал наличие однотипных элементов, позволяющих ускорить процесс испытаний по подтверждению характеристик систем. Это волоконно-оптического преобразователя, основным элементом которого является оптикомодулирующий элемент, волоконно-оптического кабеля, согласующего устройства, в состав которого входит инфракрасный светодиод и два фотодиода, двух измерительных каналов и блока преобразования информации. Для снижения большинства дополнительных погрешностей на выходе измерительной системы формируется или отношение разности сигналов на выходе измерительных каналов к их сумме, или осуществляется амплитудно-фазовое преобразование сигналов. При этом блок преобразования информации и состыкованное с ним согласующие устройства отнесены в более благоприятные условия из радиационной искры, взрыва, пожароопасной зоны измерений на расстоянии до 2000 метров, что исключает воздействие на них факторов, влияющих на их работоспособность. Соответственно, в зоне наибольшего воздействия внешних воздействующих факторов находятся волоконно-оптический преобразователь и волоконно-оптический кабель. Доказано, что технический и эксплуатационный характеристики систем зависят от параметров использованного оптического волокна и в значительной степени определяются его прочностными параметрами. Установлено, что наиболее существенным видом разрушения волокна является наличие микротрещин на его поверхности, которые появляются в результате технологических причин изготовления волокна и его изгибов при эксплуатации. В результате воздействия механических нагрузок на кабель возникают микро- и макроизгибы оптического волокна, вызывающие потери в кабеле до 100 дБ на километр. Наиболее чувствительными к наличию макро- и микроизгибов являются длина волны и радиус изгиба оптического волокна. Доказано, что изгибные деформации во многом определяют срок службы оптических волокон. Разработана модель напряженного состояния оптического волокна для определения механической надежности волоконно-оптического кабеля в эксплуатационных условиях. Изгибающая сила ЭФ действует на волокно с трехслойной структурой. При деформации оптического волокна проявляется эффект фотоупругости, который заключается в изменении коэффициента преломления на некоторое значение ΔН. Распределение напряжений внутри соосных цилиндров, каковыми являются слои оптического волокна, определяется выражением 1, в котором константы АИТА, БИТА, ЦИТА определяются из граничных условий 2. В качестве примера проведен расчет максимально возможного изгиба кварц-кварцевого оптического волокна с апертурой 0,22, радиусом сердцевины 100 мкм, внешним радиусом 180 мкм, используемого волоконно-оптических датчиков давления аттенуаторного типа. Определено минимальное значение радиуса изгиба оптического волокна 5,3 мм, при котором мощность светового потока в двух измерительных каналах меняется не более чем на 20%. Дополнительно для повышения надежности принят коэффициент запаса равный 1,5. Окончательно в разрабатываемых волоконно-оптических информационно-измерительных системах минимальный радиус изгиба оптического волокна должен быть не более 8 мм. Разработан ряд технологических процедур по обеспечению прочности оптического волокна и улучшению технических и эксплуатационных характеристик волоконно-оптического кабеля, исключающих влияние механических воздействий на оптическое волокно, на это обезготовление и эксплуатация. К ним относятся контрольные испытания оптического волокна в процессе изготовления системы, когда каждый кусок волокна подорогается к коротковременному воздействию растягивающих нагрузок, при которых деформация волокон не превышает 1%. Отрезки волокна, которые разрушились при испытаниях, отбраковываются. Отсутствие изгибов оптического волокна в составе системы и в процессе измерения. Исключение конструктивных изгибов волокна менее расчётного. Расположение оптического волокна в едином кабельном изделии с плотной укладкой, препятствующей свободному перемещению и изгибам оптических волокон. Специальное крепление волокна относительно корпуса датчика, который с одной стороны обеспечивает гибкость узла, а с другой герметичность. Поэтому со стороны кабеля часть корпуса имеет удлинение, чтобы зона заливки клеем оказалась внутри корпуса. Доступность рабочих торцов волоконно-оптического кабеля, закреплённых в специальных втулках для полировки в составе кабельного изделия. Непосредственно стыковка рабочих торцов волоконно-оптического кабеля со света и фотодиодами, а также применение специального технологического приспособления, обеспечивающего жёсткое крепление обоих концов кабеля относительно корпусов волоконно-оптического датчика и согласующего устройства. За основу разработанной методикой ускоренных испытаний по подтверждению технических и эксплуатационных характеристик волоконно-оптических информационно-измерительных систем принята известная методика, основанная на методе группового статистического прогнозирования ресурса аппаратуры по изменению во времени, её параметры в больших и малых выборках и распространяющийся на датчик, преобразующий аппаратуру с заданным ресурсом 5000 и более. Но данная методика имеет ряд недостатков. Длительность наработки для получения прогноза довольно значимая цифра, так как при требовании к ресурсу в 25-30 лет длительность наработки составляет 2,5-3 года. В основу параметров критерий в годности положен гипотеза об их неизменности в процессе эксплуатации, что не соответствует действительности. Линейная модель, положенная в основу методики, противоречит математическим моделям естественного процесса старения элементов средств измерения, сложности, трудоемкости вычислений, число которых возрастает, с увеличением измеряемых параметров. Предлагается в качестве модели функции средней наработки до отказа и её доверительных границ применять экспоненциальную модель, формулу 3, более соответствующую процессу старения элементов волоконно-оптических информационно-измерительных систем, когда скорость изменения параметров критерий в годности пропорциональна времени эксплуатации и с течением времени возрастает. Модель учитывает значимые факторы, обоснованно пренебрегая второстепенными, охватывает большее число частных случаев. Достоинство применения экспоненциальной модели получения прогнозов в более короткие сроки, что значительно сократит время и материальные затраты на проведение испытаний на ресурс и уменьшит сроки изготовления волоконно-оптических информационно-измерительных систем с длительным сроком функционирования. Разработанная программа обработки и оценки результатов ускоренных испытаний позволяет построить график зависимости показателей в критериях годности от времени. На приведенном графике в качестве примера изображены зависимости ресурса волоконно-оптических датчиков при наработке 6 тысяч часов и 5 часов. Линия экспоненциальной регрессии заметна лишь при малых наработках. При наработках большого количества часов точность выше и линии сливается, что говорит о том, что чем больше измерений параметров критерия в годности, за больший промежуток времени выполнена, тем более точный прогноз. Разработанный алгоритм проведения ускоренной оценки технических и эксплуатационных характеристик волоконно-оптических информационно-измерительных систем основан на комплексном применении способов ускорения. Метод прогнозирования сочетается с использованием нового принципа групповых испытаний. Используя положение унификации по конструктивно-технологическому исполнению, в испытаниях принимает участие группа волоконно-оптических датчиков, объединенных по конструктивно-технологическому принципу и предназначенные для измерения одной физической величины. В качестве такой группы обоснованы волоконно-оптические датчики давления. Ввиду большого размера алгоритм размещен на двух слайдах. Разработана комплексная методика ускоренных испытаний волоконно-оптических информационно-измерительных систем на основе волоконно-оптических датчиков с открытым оптическим каналом с длительным сроком функционирования. Методика проведения групповых испытаний с использованием принципа прогнозирования заключается в следующем. Исходные данные требуются определить эксплуатационную надежность по результатам испытаний N волоконно-оптических датчиков разнородных физических величин в определенном интервале времени с учетом результатов ускоренных испытаний этих датчиков в течение времени ускоренных испытаний конкретного волоконно-оптического датчика и времени испытаний тестового образца. Этапы решения. По результатам испытаний тестового образца строится эмпирическая кривая зависимости ресурса от времени испытаний тестового образца. Тогда эксплуатационная надежность, которая показывает, как отличается показатель критерий годности тестового образца в конкретной точке диапазона измерения в конце испытаний от его значения в начале испытания, в момент равного времени испытаний тестового образца имеет вид формулы 4. В качестве показателя критерия годности может быть выбрано значение выходного сигнала в конкретной точке диапазона измерения. Далее для каждого испытываемого датчика на интервале равном времени испытаний строятся кривые надежности Формула 5. Отклонения выходных сигналов в тестируемых датчиков в течение ускоренных испытаний в процентах на начало испытаний представлены на данном графике. Далее на интервале ускоренных испытаний датчиков определяются значения коэффициентов корреляции Формула 6 и максимальное относительное отклонение значения параметра критерия годности испытываемого волоконно-оптического датчика от сигнала тестового образца в тестовой точке Формула 7. Для каждого испытываемого датчика на интервале времени испытаний строятся кривые надежности. Далее строится прогноз надежности N датчиков на требуемое время по кривым надежности Формула 8. Построен прогноз изменения параметров критериев годности N датчиков на время T по полученным кривым надежности. По результатам прогноза делается вывод о значении прогнозируемого ресурса системы и соответствии его значения требуемого при уровне изменения параметра критерия годности на принятый допустимый уровень. Определено, что расчетный коэффициент ускорения и испытаний системы при использовании тестового образца составляет 420. Методика рекомендуется к использованию в наукоемких отраслях промышленности, в том числе атомной промышленности. Для ускорения процедуры и испытаний предложено использовать разработанный и запатентованный тестовый образец волоконно-оптического датчика с открытым оптическим каналом, в конструкции которого оптико-модулирующий элемент имеет неподвижное положение, что позволило провести независимую оценку технических и эксплуатационных характеристик волоконно-оптического кабеля, унифицированного для волоконно-оптической информационно-измерительной системы с волоконно-оптическим датчиком любой физической величины. В качестве волоконно-оптического преобразователя выбран преобразователь отражательного типа с максимальными потерями оптического сигнала в зоне восприятия измерительной информации, что обеспечило чистоту эксперимента. Такое техническое решение позволяет оценить вклад в надежность волоконно-оптических информационно-измерительных систем и их унифицированного элемента волоконно-оптического кабеля. Проведена оценка технического состояния волоконно-оптических информационно-измерительных систем на основе волоконно-оптических датчиков с открытым оптическим каналом в части «Искра» взрыва пожаробезопасности. Доказано, что по оптическим волокнам в зону измерений передаются оптические сигналы относительно низких уровней мощности. Выявлено, что для изделий ракетно-космической техники уровень оптического сигнала не должен превышать 40 мВт. Для оценки взрыва пожаробезопасности волоконно-оптических информационно-измерительных систем выполнил энергетический расчёт волоконно-оптического канала. Результаты энергетического расчёта показали, что если в качестве источников излучения используются инфракрасные светодиоды 3L107B, а в качестве приёмника, согласованной с ним по спектру фотодиоды FD256, то абсолютная «Искра» взрыва пожаробезопасности разрабатываемых систем обеспечена. В период работы над диссертацией было опубликовано 25 научных работ. Работа выполнена в рамках ряда научно-исследовательских работ, поддержанных грантами президента и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Разрешите зачитать основные выводы по диссертационной работе. Спасибо вам большое. Переходим к вопросам. Итак, вопрос соискателю. Официальный оппонент, доктор технических наук Иванов Александр Иванович. Александр Иванович, пожалуйста, задайте вопросы. Нет вопросов. Вопросов нет. Так, у нас есть возможность предоставить вопросы второму оппоненту, Сагиду Увайсовичу? У меня нет вопросов, спасибо. Спасибо. Тогда мы переходим к вопросам членов диссертационного совета. Итак, в порядке живой очереди прошу, кто первый. Замешательство. Неожиданно. Александр Иванович, пожалуйста, Данил. В какой очереди? В такой или в такой? Скажите, давайте. Вот смотрите, можно слайд открыть, не знаю какой. Дайте, без слайда пока. Вот в докладе вы говорили, в автореферате тоже говорится о том, что блок преобразования информации, поскольку он не должен находиться в этой среде, а должен находиться на расстоянии до 2000 метров. Правильно я понимаю? Да, всё верно. Скажите, пожалуйста, о каком объекте ракетно-космической техники длиной 2 километра идёт речь? Можно ещё раз вопрос? О каком объекте ракетно-космической техники идёт речь, у которого длина превышает 2 километра для того, чтобы датчик был размещен от блока преобразования информации на расстояние свыше 2 километров? В данном случае это делается для того, чтобы защитить... Нет, я понимаю, для чего делается. Просто какой физический объект такой вот может быть? Можно это раньше сказать, Андрей? Он уже улетел или ещё пока на стартовой площадке? Ну, допустим, в составе космического аппарата. Ну, космический аппарат размером 2 километра существует. То есть может, допустим, применяться для, ну, например, испытаний каких-то. Вот эта длина, она является максимальной. Естественно, она взята с учётом, так скажем, запаса. В основном до 200 метров. Вот тогда продолжение вопрос. Если речь идёт об испытаниях, то тогда при чём здесь 25-30 лет? Вы же говорите про то, что это будет как бы эксплуатироваться на объекте 25-30 лет. Значит, изделия ракетно-космической техники по, так скажем, требованию заказчиков в своих технических заданиях имеют очень высокие требования к ресурсу 25-30 лет. То есть она 25 лет должна на стартовой позиции находиться, в его готовности, я так понимаю? Нет, это время работы изделия. Оно в работе находится, на стартовой площадке находится в работе, в любой момент должна залететь. 25 лет. В чём так нельзя соответствовать прямо? Да, всё верно. Ну, так и говорить прямо. Мы же понимаем, о чём речь. Ну, не надо так вот вокруг-то. Следующий вопрос. Можно вот... Тогда откройте, пожалуйста, седьмой слайд. Седьмой, что ли? Какой тут? Нет, сейчас посмотрю, секунду. Да, наверное, седьмой слайд. Скажите, пожалуйста, вот там написано, погрешность квантования не более 0,6%. А с каким разрядным аналогиком с правовым преобразователем идёт речь? Погрешность квантования. Но здесь как бы учитывались общие данные. То есть был проведён анализ современных требований, в общем, технических заданий предприятия, ракетно-космического отраса. Ну, по моим подсчётам, я почему вопрос? 0,6%. Если было 0,2%, 0,4%, 0,8%, я бы понял. Какой АЦП имеет погрешность квантования 0,6%, я не знаю. Поэтому и спрашиваю. Мною был проведён анализ. В результате данного анализа была составлена вот эта таблица. Анализировались технические задания предприятий ракетно-космической отрасли. То есть вся вот эта информация, она взята из технических заданий предприятия ракетно-космической отрасли, технические требования. Тогда в продолжение вопроса. Вот смотрите, там есть основная погрешность не более процента. Есть погрешность линейности функции преобразования не более процента. Есть погрешность вариаций полпроцента. Есть погрешность квантования 0,6%. Вот как, по вашему мнению, в основную погрешность три составляющие должны входить или нет? Не должны. То есть основная существует сама по себе, а эти составляющие сами по себе? Да. Понятно. Спасибо. Если мы... Сейчас, Павел Павлович. А, ну давайте. Да, я извиняюсь. Вот эта глубина модуляции. Измерение, единица, измерение. Что это такое? Относительные единицы. Это этот же слайд. А? Да. В относительных единицах. В технических заданиях вот именно такая единица измерения присутствует. Чего? Именно такая. Присутствует. В каких единицах измерять? Что за единица? Ну написано. Относительные единицы. Ну можно. Это процент пропущенный. Это не что-то здесь явное. Разве надо с таблицей такой. Ну, скорее всего, в процентах, да. Ну ладно. Да. Можно тогда я продолжу. Конечно, Павел Павлович. Двенадцатый лист. Двенадцатый лист. Формула 3. Вот здесь что у вас, путаница с логарифмами и с экспонентами? Экспонента в одной форме. Вот если сравнить А, потом подставить сюда, то получается Е в степени логарифма А, да? На данном слайде... Здесь нет путаницы у вас? Нет. Здесь всё в порядке. Основание логарифма какое? Вы знаете, просто вычисления, они очень объёмные. То есть самые основные точки вычисления представлены на слайде. Соответственно, между первой формулой и второй формулой следует ряд вычислений, которые здесь не представлены. Поэтому здесь всё правильно. Более подробно в диссертации. Тогда Y. Что такое? Размерность Y. Что за параметр? Или вообще абстрактная вещь? Это показатель критерий годности. Ну и потом вот дальше, то Y в одном случае от T равняется произведению А на B в степени T, а в другом случае получается там другое. Ну, здесь просто вот идёт разложение. Разложение. У них всё безразмерность величины, всё нормировано, а для нормировки её нет. Вот в этом вся и пунктам. Нормировка где? Понятно, что безразмерность величины. Ну и здесь я ещё один тогда вопрос. Я не слушал диссертацию, поэтому у меня так много вопросов. 19 лист. Где здесь вот датчик? У вас вообще абстрактно как-то неизвестно, куда подаётся входной сигнал и какой параметр. Ни одного физического параметра, какой вы выбираете, не говорите. Где здесь датчик? Тестовый образец влаконно-оптического датчика представлен на слайде. Сам датчик, то есть тестовый образец влаконно-оптического датчика с открытым оптическим каналом на слайде. Это же не структура. Спасибо. Мембран там видна. Мне можно что-нибудь спросить? Нет, конечно, конечно. Спрашивайте, спрашивайте. Ваше право. Польше нельзя. Так вы мне слова не дали. А я тебе не дал, извиняюсь. Вопрос. Вы говорите о том, что у вас есть коэсцент ускорения 420. Да, верно. Насколько я помню, работает ещё и Осачев Евгений Петрович, Карпов Владимир Иванович. Когда речь идёт об ускоренных испытаниях, речь идёт о том, что надо какие-то чрезмерные воздействия на этот объект задавать для того, чтобы получить какой-либо коэсцент ускорения. Скажите, пожалуйста, какие дополнительные воздействия, которые приводят к быстрому износу этого волоконно-оптического датчика, вами прикладывались? Это первое. И второе. Какова всё-таки достоверность этого коэсцента ускорения? Можно доверять, что там 420, может, там 400 или 600? А можно первый вопрос ещё раз повторить? Первый вопрос. То есть когда, ну вот вы когда, как девушка, красивая девушка, вот просто идёте в тепле, вам хорошо. Когда вы выйдете сейчас на мороз, вам же холодно, вы изнашиваетесь быстрее, да? Точно так же и с датчиком. Дело в том, что существует два принципиально разных способа ускоренных испытаний. Первое – это форсирование, когда на датчик задаются режимы более жёсткие, чем заданные в техническом задании на этот датчик. И далее прогнозирование. Ваш вопрос касается форсирования. Форсирование в данной методике я не использую. Я для ускорения использую принцип прогнозирования. Далее коэффициент ускорения 420. Коэффициент ускорения рассчитан для моего… Я как бы понял. Спасибо. То есть вы поступаете примерно так же, как метеорологи, которые предсказывают погоду там через 30 дней. То есть примерно так же, да? Я правильно понимаю? То есть вы предсказываете достаточно надолго. То есть вы исследовали 6 тысяч часов и предсказываете, что будет через 280 тысяч. Правильно? Да, всё верно. Всё, понял. Спасибо. Пожалуйста, ещё вопросы. Сергей Иванович, пожалуйста, Гераченко. Да. У вас новизна научная заключается в новых технических решениях. Волоконно-оптических кабелей. Да, вот положение 1. Это вот какой слайд? Девятый слайд. Секунду. Можно на пальцах объяснить, вот какие это решения были, которые как бы повысят устойчивость волоконно-оптических кабелей во времени? К данным решениям, которые были мною предложены, относится контрольное испытание оптического волокна в процессе изготовления волоконно-оптической информационно-измерительной системы, когда каждый кусок волокна подвергается кратковременному воздействию растягивающих нагрузок, при которых деформация волокна не превышает 1%. Отрезки волокна, которые разрушились при испытаниях, отбраковываются. Далее, это отсутствие изгибов оптического волокна в составе волоконно-оптической информационно-измерительной системы и в процессе измерения. Исключение конструктивных изгибов волокна менее расчётного. Также это расположение оптического волокна в едином кабельном изделии с плотной укладкой, препятствующей свободному перемещению и изгибам оптических волокон. Также использовалось специальное крепление волокна относительно корпуса датчика, который с одной стороны обеспечивает гибкость узла, а с другой герметичность. Поэтому со стороны кабеля часть корпуса имеет удлинение, чтобы зона заливки клеем оказалась внутри корпуса. Также можно отметить доступность рабочих торцов волоконно-оптического кабеля, закреплённых в специальных втулках для полировки в составе кабельного изделия. Непосредственная стыковка рабочих торцов волоконно-оптического кабеля со свето- и фотодиодами. А также применение специального технологического приспособления, обеспечивающего жёсткое крепление обоих концов кабеля относительно корпусов волоконно-оптического датчика и согласующего устройства. Хорошо, Екатерина, а вот какой из этих технологических вариантов наиболее важен? Важны все варианты. То есть все варианты дают положительный эффект и ведут к улучшению технических и эксплуатационных характеристик системы. А что, вот раньше вот эти вот методы, которые Вы перечислили, они не использовались? А в изделиях ракетно-космической техники для волоконно-оптических информационно-измерительных систем, которые основаны на волоконно-оптических датчиках разнородных, физических величин? Ну, например, вот соединение кабеля с датчиком, это же была отработанная конструкция, а Вы говорите, что там что-то новое ввели? Но мной было улучшено, то есть существующие решения были доработаны. Один слайд, откройте, пожалуйста. Я понимаю, что схема техническая, схемное тут обозначение. И у Вас что, просто волоконно-оптический датчик и блок преобразования информации напрямую соединены? Или это всё-таки кабель уходит в катушку, а потом идёт на приёме? Вот здесь вот показана сплошная передача от волоконно-оптического датчика в блок преобразования информации. И как бы вот эти два километра, они здесь исчезают. В данном случае здесь указан этап изготовления и способы, которые позволяют улучшить характеристики кабеля. Понятно. А ещё вот у меня здесь тоже вопрос. 19-й слайд, можно? Светодиод я не увидел и фотодиод я не увидел. Где они? Секунду сейчас. Фотодиод представлен на слайде. Ну вот корпус у Вас. А светодиод где? В нижней части светодиод тоже представлен. Где? Нет, ну стрелка идёт, светодиод идёт в этот самый, где электрик в какой-то. А стрелка не посойдёт. Сергей Иванович, вы видите? Нет, это надо мозги иметь, чтобы сдвинуть. Ёлки-палки. А я думал, новое схемное изображение фотодиодов и светодиоды у нас появились. Бывает? Ну и ещё вот, конечно, по 18-му вот слайду. Вот уж что-то больно нелинейные у Вас, вот эти характеристики. Обычно там по экспоненте вот с течением времени ухудшаются параметры, а у Вас что-то какие-то вот линии. А дело в том, что на данном слайде представлено только для 18 месяцев. То есть если продолжить далее, вот если позвольте, я Вам покажу вот это вот. То есть, ну здесь получается, что они по экспоненте, но вот этот вот разрыв как раз-таки это скрывает. Ну и последний вопрос, чтобы не злоупотреблять. И всё-таки вот у Вас 5 лет, да, срок службы? Срок службы 30 лет. Нет, срок службы 10 лет, испытания Вы проводили на 5 лет, да? 60 месяцев. Испытания проводились в течение полгода. Полугода, да. А вот как тогда с остальным диапазоном, там же они гораздо более долгое время служат? Она, чтобы подтвердить в течение 30 лет технические и эксплуатационные характеристики, была разработана методика. Ну как вот 30 лет связано с 5 годами. Как вот? А что дальше вот за 5 годами? Где там 25 лет? При помощи принципа прогнозирования, показателей критерий годности и нахождения его в допустимых параметрах, делается вывод о соответствии волоконно-оптической информационно-измерительной системы данным требованием через 30 лет. А вот насколько будет достоверен прогноз на основании 5 лет? На 30 лет. Спасибо. Достоверность моего прогноза 0,95-0,9,8. Сколько? 0,95-0,9,8. То есть это уровень вероятности безотказной работы датчиков, которые разрабатываются для ракетно-космической техники. То есть 25% можно в браку пустить в ракет, да? 0,75-0,9,8. Но это очень высокий уровень 0,9,8 в течение 30 лет. Спасибо. Так, пожалуйста, Борис Польщик, пожалуйста, Цепин, Борис Польщик. Вот вы ввели понятие «тестовый образец». Макет я знаю, опытный образец я знаю. А чем тестовый образец отличается от макета и от опытного образца? В диссертационной работе используется нестандартный термин «тестовый образец». Термин «тестовый образец» введен впервые. Обоснование введения термина раскрыто в главе 4 диссертации. На тестовый образец получен патент на полезную модель. Тестовый, так как в нём не осуществляется модуляция оптического сигнала, оптиком модулирующий элемент неподвижен. По сути, через тестовый образец мы отслеживаем надёжность кабеля. То есть это макет. Да, это макет. Да, хорошо, это макет. Тогда зачем новые названия для макета? Для макета. Непонятно совершенно. Если там не сделано всё, что в датчике должно быть, значит это макет какой-то части датчика. Но у него есть существенное отличие, то что оптиком модулирующий элемент неподвижен. То есть он не является макетом как такового датчика. То есть упрощённая модель какая-то. Ну модель получается. Ну всё, спасибо. Ну тестовый образец. Спасибо. Пожалуйста, Михаил Дёвич. Микрофон. Назьми, пожалуйста. Значит, я работу сразу вызвал большой интерес. Смелость Екатерины Алексеевны вызывает восхищение. Такое количество цифр вытащить в таблице. Это, конечно, нужно иметь известную смелость. Причём, если ещё все формулы на размерность проверить. Ну ладно, сейчас не об этом. Давайте эти, чтобы нам легче понять содержание вашей диссертации в несколько формальных моментов. На первой странице читаем методики, так? Во множественном числе. Да, всё верно. Я читаю свободно по-русски. Дальше. Цель работы. Разработка методики, так? В единственном числе. Можно я вам отвечу? Нет, давайте до конца задам вопрос. Методики в единственном числе. Положение, выносимое на защиту. Первое. Вносится техническое решение Е. И потом три методики, так? Сейчас, минутку. Да, всё верно. Так, вот мне хотелось бы узнать. У вас диссертация посвящена решению актуальной научной проблемы, актуальной научной задачи, либо научно-обоснованному техническому решению. Потому что даже, как говорится, ну путаница идёт. То есть заявлено решение актуальной научной задачи, разработка методики. Вы разработали три методики согласно положению выносимого на защиту. А первое положение выносимого на защиту – это научно-обоснованное техническое решение. Почему, во-первых? Моя диссертационная работа посвящена решению научно-технической задачи. Актуальная научная задача. Для её решения необходимо было разработать новые технические решения, которые помогли усовершенствовать волоконно-оптические датчики и сделать их унифицированными. Подождите, давайте так. Вы разработали три методики, так? Да. Согласно этим методикам сделали, там, тестовали макетный образец и подтвердили эффективность этих методик. Так я понимаю? Да, всё верно. Вот. То есть для членов Совета, чтобы было понятно, насколько я всё это дело смогу формулировать, разработаны три методики. Две методики. На основе их получено техническое решение, которое подтвердило фиктивность этих решений. Я членам Совета предлагаю в документах это учесть, потому что там идёт у неё чехарда. Спасибо за интересный доклад. Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Трофимов. Микрофончик, ага. Публикация номер два, да? Об оценке качества и надёжности измодатчиков «Система аварийной защиты реакторных установок». Вот как к этой теме привязана методика и средства ускоренных испытаний волоконно-оптических информационно-измерительных систем? То есть есть ли связь с этой публикацией и название? Да, конечно. В данной статье, которую Вы озвучили, это об оценке качества и надёжности сейсмодатчиков, «Система аварийной защиты реакторных установок» рассматривается как раз-таки изделие, которое используется в атомной промышленности, которое имеет очень высокие требования по ресурсу. И в данной статье предлагается… То есть, проще говоря, Ваша методика там использовалась? В данной статье предлагается использовать расчётный способ, который коррелируется с разработанным алгоритмом расчёта технических и эксплуатационных характеристик, которые представлены в моей диссертации. То есть, всё взаимосвязано. Ещё один у меня вопрос. Слайд 7, откройте, пожалуйста. Вот Михаил Юрьевич сказал, что Вы много там циферок вынесли. У меня вот такой вопрос не по циферкам. Это у Вас анализ современных требований до технических заданий. В каких заданиях в современных пишется радиационная стойкость? Мне бы хотелось узнать. То есть, в радиационной стойкости заданиях прям так и есть, указывается в технических заданиях там радиационная стойкость такая-то? Да. Точно прям. Есть ещё, называется, требование к спецфакторам. Вот я почему спрашиваю. Дело в том, что обычно в технических заданиях пишется, в какой группе в соответствии ГОСТов климат-7, раньше было мороз 6, по-моему, да, сейчас климат-7, относится к какой группе Ваши изделия. И в радиационной стойкости конкретно в заданиях, тем более, вот как у Вас представлено, столько там микрогрей и так далее, не пишется. Но там идут отдельные ГОСТы по радиационной стойкости, это закрытое. Я бы вообще, по моему мнению, это не выносил бы. Зачем это надо? Всё, спасибо, у меня нет вопросов. Пожалуйста, ещё вопросы. Ну, есть мнение, да, что вопросов достаточно. Присутствующим. Ну, присутствующие вопросы не задают. Значит, слово для уступления представляет соучшим руководителем, доктору технической наук, доценту Бадея Елена Александровна. Пожалуйста, в двух словах. Микрофон включить просто. Включила. Спасибо. Екатерина Алексеевна, это наша выпускница, она в 2008 году окончила с отличием Пензенский государственный университет по специальности стандартизация и сертификация. В 2016 году Екатерина Алексеевна поступила в очную аспарантуру при Пензенском государственном университете. Во время учёбы в аспарантуре она выполняла научные исследования по тематике научно-технического центра нанотехнологии волоконно-оптических систем Пензенского государственного университета. Исследования были направлены на совершенствование волоконно-оптических информационно-измерительных систем для изделий ракетно-космической авиационной техники. Особое внимание в работе она уделяла разработке методики ускоренных испытаний по подтверждению технических и эксплуатационных характеристик волоконно-оптических информационно-измерительных систем. Диссертационные исследования Екатерины Алексеевны также выполнялись в рамках двух грантов. Научно-исследовательское НЕОКР и грант при поддержке РФФИ. Результаты диссертационных исследований, а именно методика ускоренных испытаний волоконно-оптических информационно-измерительных систем, конструктивно-технологические способы улучшения технических и эксплуатационных характеристик данных систем применяются также в НТЦ на технологии волоконно-оптических систем, в специальные волоконно-оптические измерительные системы, в акционерном обществе научно-исследовательский институт физических измерений, что подтверждается актами о внедрении. Основные результаты теоретических и экспериментальных исследований были использованы при изготовлении тестового образца волоконно-оптического датчика с открытым оптическим каналом, а также при изготовлении макетных образцов волоконно-оптических датчиков. В настоящий момент Екатерина Алексеевна имеет 25 публикаций по теме диссертации, из них 4 статьи в журналах рекомендованных ВАГ, 4 статьи в журналах индексированных скопус, имеет одно свидетельство, о государственной регистрации программы для ИВМ, также получен патент на полезную модель. Диссертационная работа Екатерина Алексеевна прошла апробацию, соискатель неоднократно выступал с докладами по теме диссертации на различных международных и всероссийских конференциях и симпозиумах. В диссертационной работе на основании выполненных исследованных решена научная задача об основании разработки методики ускоренных испытаний волоконно-оптических информационно-измерительных систем на основе унифицированных по конструктивному технологическому решению волоконно-оптических датчиков с открытым оптическим каналом разнородных физических величин с длительным сроком функционирования вплоть до 30 лет и технические решения по улучшению технических и эксплуатационных характеристик. Поставленная работа Екатерины Алексеевны достигнута и цель достигнута По моему мнению соискатель сформировался как ученый Диссертационная работа Екатерины Алексеевны представляет собой завершенную научно-квалификационную работу на актуальную тему обладает научной новизной Считаю, что кандидатская диссертация отвечает требованиям ВАГ и положения присуждения ученых степеней А ее автор Екатерина Алексеевна Полякова заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.1 информационно-измерительной управляющей системой технической науки и прошу поддержать мою подопечную. Спасибо, Елена Александровна за ваше хорошее заключение но а нам нужно продолжить работу Итак Слово для оглашения заключения кафедры где выполнялась работа отзыв ведущей организации и отзыв поступившим на аптриферат диссертации представляет ученому секретарю совета доктор Тихман профессор Светлова Анатолий Вильевич Анатолий Вильевич Вам слово В заключении Пензенского государственного университета где была выполнена диссертационная работа дается положительная оценка представленной работы рассматривается личное участие соискателя в получении результатов степень достоверности и апробация работы оценивается отмечается научная новизна работы ее теоретическая и практическая значимость отмечается соответствие специальности информационно-измерительной управляющей системы указаны пункты паспорта специальностей подробно рассмотрены публикации соискателя всего 25 работ в результате рассмотрения работы на расширенном заседании кафедры приборостроения с приглашением специалистов родственных кафедр дана рекомендация к защите по специальности информационно-измерительной управляющей системы подписано заключение заведующим кафедрой Базыкиным доктором наук и утверждено доктором наук Васиным отзыв ведущей организации Пенского государственного технологического университета утвержден проректором по научной работе Тракозом подписан этот отзыв кандидатами наук Жашковой и Пискаевым в отзыве ведущей организации отмечается актуальность диссертации для науки и практики подробно оцениваются основные научные результаты и их значимость для науки и производства отмечается практическое значение диссертации и рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации на практике качество замечаний ведущая организация отмечает следующее в главе 4 диссертации волоконно-оптическом датчике разработанной системы предлагается использовать в качестве источника излучения конкретный фотодиод называется ТРИЛ-107Б указано что по техническим условиям данный фотодиод имеет ресурс 20 тысяч часов неясно каким образом фотодиод сможет применяться в изделии с ресурсом 25-30 лет второе замечание в диссертационной работе используется нестандартный термин тестовый образец который отсутствует в ГОСТ в диссертации и автореферате отсутствует раскрытие данного термина в главе 3 диссертации в разработной методике ускоренных испытаний не дана оценка уровня доверительной вероятности что является важным критерием при оценке результатов ускоренных испытаний по подтверждению технических эксплуатационных характеристик системы 4 замечание в диссертационной работе и автореферате отсутствует количественная оценка улучшения уровня технических и эксплуатационных характеристик системы по сравнению с существующими по мнению ведущей организации перечисленные недостатки не влияют на общую положительную оценку диссертации на основании анализа диссертации автора феррата и опубликованных автором работ ведущая организация считает что работа представляет собой завершенную научно-квалификационную работу в которой содержится решение научной задачи обоснования и разработки методики ускоренных испытаний волоконно-оптических информационно-измерительных систем на основе унифицированных по конструктивно-технологическому решению волоконно-оптических датчиков разнородных физических величин с открытым оптическим каналом с длительным сроком функционирования и технических решений по улучшению их характеристик содержание диссертации соответствует требуем требованием специальности информационно-измерительной управляющей системы работа отвечает критериям положения о присуждении ученых степеней ее автор заслуживает присуждение ей ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.2.11 информационно-измерительной управляющей системы указывается номер протокола заседания на котором обсужден и одобрен данный отзыв имеются необходимые подписи имеется печать организации на автореферат диссертации поступило 6 отзывов все отзывы положительные разрешите мне ограничиться упоминанием недостатков первый отзыв на автор эфират прислал уфимский государственный нефтяной технический университет подписали доктор наук хакимьянов и кандидат наук хазиева качество замечаний отмечается волоконно-оптические датчики применяются в нефтедобывающей промышленности для исследования скважин где работают в тяжелых условиях в агрессивной среде при высоких температурах могут ли предложенные в работе технические решения быть использованы для скважинных систем второе замечание на рисунке 4 автореферата приводится блок-схема алгоритма комплексной методики ускоренной оценки технических и эксплуатационных характеристик систем на блоке на блок-схеме имеются непонятные элементы разветвление процесса без условий стрелки между двумя блоками в обоих направлениях блоки без входных стрелок отзыв из НИИМП город Пенза кандидат наук Зуев замечание не обоснованно применение в тестовом образце волокон оптического датчика волокон оптического кабеля длиной 2 метра в то время как в опытных образцах эта длина достигает до 1000 метров отзыв из акционерного общества НПО измерительной техники Королёв Московская область замечание в тексте автореферата не представлен разработанный алгоритм расчета технических и эксплуатационных характеристик систем не конкретизированы результаты испытаний на ресурс другого варианта разнородных датчиков кроме датчиков давления что представляло бы практически интерес отзыв подписала кандидат наук Соколова отзыв из Ульяновского конструкторского бюро приборостроения кандидат наук Семёнов отмечает в качестве замечания следующее не представлена расчетная схема участка системы влияющего на оценку искра взрыва пожаробезопасности системы отзыв из Саратовского государственного технического университета доктор наук Львов отзыв положительный без замечаний отзыв из акционерного общества НПО имени Лавочкина Химки Московская область кандидат наук Колобов замечание отсутствует обозначение параметров и пояснение к формулам представленным на рисунке 4 еще раз напоминаю все отзывы положительные Спасибо Слово для ответа на замечания содержащихся в отзыв представляется соискатель Поляков Екатерина Алексеевна Екатерина Пожалуйста Со всеми замечаниями я согласна единственное хочу отметить по поводу замечаний ведущей организации по поводу фотодиода 3Л107Б дело в том что в отечественной элементной базе нет ни одного электрорадиоизделия имеющего ресурс 25-30 лет однако эти электрорадиоизделия используются в изделиях ракетно-космической техники в подтверждении показателя надежности электрорадиоизделия осуществляется опытным то есть экспериментальным путем и по результатам эксплуатации изделий аналогов все замечания учту в дальнейших разработках «Убийский с ней» «Убийский сейфон» «Убийский сейфон» как положено, но я бы хотел немножко по-другому доложить. Первое, на чём плавала моя подзащитная, надо пояснить. Ну и свою компетенцию почему взялся. Так что я, не читая, вот расскажу простыми словами, что ушло из-за этого. Это про замечания не забудьте. А замечания обязательно зачитай. Ну первое, значит, почему взялся, а потому что вот в моей организации там, к примеру, такие же работы, только вместо экспоненты. Нормальный закон и равномерный закон. Равномерный закон этот все крипты любят, значит, у них всё равномерно. Нормальный – это биометрия, там гипотеза нормальности хорошо работает. Ну и, собственно говоря, всё это нужно делать либо на маленьких выборках, а когда, значит, кому-то доказываешь, там, наоборот, очень большие выборки и там другие неприятности. Ну и, соответственно, у меня есть возможность, значит, брать то, что, значит, написано и сравнивать то с тем, что я знаю. И поэтому вот этих вопросов о том, что, значит, 420 раз ускорилось, у меня даже нет никаких. Далее, значит, по поводу того, что насколько достоверно. Да вот я смотрел эти, как его, и бумаги, и вот картинки, окр был. У меня уверенность, что две приёмки заказчика. Одна мина, там, другая, значит, это Роскосмос. Поэтому, значит, вот этих всяких глупостей по поводу, там, не туда смотрит стрелка, там, ещё что-то. Ну, может быть. Ну, там всё летает, всё ползает. И всё это, там, нужна длина 2 километра, значит, будет 2 километра. Нужно старение вот такое. Значит, зачем вот это всё длины такие? Я просто хочу сказать, берёшь старый танк, и чтобы его модернизировать под новое, это самое, сейчас электронику, там 300 килограмм проводов, ещё просверлить везде надо, спотеешь, в общем. А если оптоволокно, там ничего не весит, летать танк сможет. То есть, вот если оптически все вот эти вещи, то там, значит, информативность очень большая, и это на самолётах и прочее решается. Так вот, и это вот как бы по поводу того, что не ГОСТовский. Меня это абсолютно не насторожило. Почему? Ну, термин. Очень просто, значит, если опытный образец, будьте добры иметь документацию полную и по нему сделать. А если будете потом, ещё литер-во. Вот. А если, значит, этот макет, да на коленке, на чём угодно, эскизный какой-то, и никто ни за что не отвечает. А вот если я выпустил, значит, не такой образец, а вот такой, и начинаю, то у меня должна быть документация там лежать. По-моему, здесь вот всё так, так, так. Ну, не ГОСТовский, я понимаю. Тем не менее, от меня не насторожило. Так, и по поводу того, что вот эти ускорения и так далее там. Значит, когда считаешь статистические моменты, я потому что профессионально этим занимаюсь, там, для равномерного, для нормального закона. Вот как только начинается вот тренд, для неё нужен тренд, чтобы она там за полгода хоть что-то там намерила, предсказала и спрогнозировала. Это вполне реально. И если, значит, у неё не получится вот за полгода, значит, ещё будет год ждать. Или ещё. Ну, я не знаю, тут просто это, естественно, что вот эти все методики и прочее должны быть согласованы с кем? С представителем заказчика? Заказчик согласился, он хозяин. Значит, сможешь его убедить, отлично. Не сможешь, будешь ещё там делать, пока, значит, все хи-квадраты у приёмки не совпадут по надёжности и так далее. Так, это вот как бы моё общее там отношение и так далее. Я вижу, что тут, да, вот когда видно там, что ОКР прошёл, может быть, не один, а два, это по документации. Потому что, значит, вот если статью рисуешь, там квадратики, там никто, ничего там особое. А как только выполнена конструкторская документация в соответствии с ГОСТом, да вон она лежит, её поэтому отсканировал, вставил в картинку. Красиво. Так, замечание. Майк. Непонятно, каким образом, первое замечание, проведена оценка радиационной стойкости оптических волокон. Там нет ссылок на первоисточники, ну, видимо, где-то они другой гриф имеют. А, вернее, гриф у них есть, а здесь нету, ничего тут. Даже до ИСП нету. Второе. В таблице 3.1 отсутствуют недостатки у комбинированного способа ускорения испытаний. Ну, как бы там, на самом-то деле, должно быть недостатки. Третий недостаток. Из формулы 3.3 следует, что эксперимент может быть как однофакторный, так и многофакторный. Нет пояснений, как это вот всё учитывается при расчётах вот этих ускорений. Значит, четвёртое замечание. В диссертации отсутствует информация об объёмах выборок, на которых ранее была подтверждена экспоненциальная модель старения рассматривающих изделий. Какова достоверность этой гипотезы по результатам предыдущих поколений исследований? У нас вот сейчас, когда вот эти нейронные сети учат, там же непонятно, что, любой, но если её обучали на миллиарды, вот они опытов, вот они через этот миллиард и пытаются что-то там просчитать, ошибку и так далее. А мой личный опыт говорит, что нормальных законов не бывает, потому что там косовато всё и нужно вот это всё отслеживать. Значит, равномерных тоже и здесь, видимо, что-то. Но раз заказчик согласился, раз принял изделие, всё хорошо. Да, и следующее, там, когда вот второй момент, за счёт чего она повышает это быстродействие, это за счёт того, что у неё усреднение по группам есть, там несколько датчиков. И вот здесь вот у нас тоже, мы вынуждены вот в этом случае делать специальные таблицы, считать корреляции этих датчиков и опять согласовывать заказчиков. Ну, у неё этого нет, значит, будет, чтобы поднять точность или ещё что-то. Это как бы на перспективу. Это вот мои замечания. В целом, значит, работа законченная, научная, потому что, значит, так просто инженер не может пересчитать вот эти вещи без вот этих вот хитростей. Она закончена. Поэтому, значит, работу, считаю, завершённой научно-квалификационной, которая соответствует требованиям ВАГ. И, значит, прошу поддержать её. Спасибо вам большое за проделанную работу, за то, что вы дали такой отзыв. Ну, прошу ответить на замечания оппонента. Кратко только, пожалуйста. Со всеми замечаниями оппонента я согласна по поводу... Ну, согласен, то все. Спасибо. Итак, слово предоставляется официальному оппоненту, доктору техническому науку, профессору Увайсову Сагиду Увайсовичу. Я надеюсь, по связи у нас там всё нормально. Добрый день. Добрый день. Уважаемый председатель, уважаемые члены инвестиционного совета. Рад вас всех приветствовать и выражаю благодарность за оказыванную честь выступить в качестве официального оппонента по данной работе. Ковид меня, к сожалению, не миновал. Нахожусь дома. Но, к счастью, биологические вирусы пока ещё не могут переноситься компьютерами. Поэтому мы с вами можем без боязни взаимодействовать. Поскольку я не официальная одежда, я позволю себе тогда видео выключить, а модификация произошла, меня вы знаете. Поэтому буду говорить без видео, если позволить. Александр Иванович, предыдущий оппонент, только что с практической точки зрения глубоко охарактеризовал данную работу. Поэтому я приступлю к анализу работы несколько с другой стороны. Но, прежде всего, должен сказать, что письменный вариант своего отзыва я в своё время направил в адрес учёного секретаря. Насколько я знаю, на длежащие сроки отзыв получен. И соискатель имел возможность с ним ознакомиться и отреагировать, что я наблюдаю, в ответах на его вопросы и выступления. Я эту работу, в принципе, не первый раз слышу, поскольку Екатерина Алексеевна имела возможность поступать на наших конференциях. Я давно наблюдаю за подобными работами. Несколько слов об актуальности. Дело в том, что сама проблема надёжности, начиная с 50-х годов, чрезвычайно актуализировалась. И эта проблема теоретически, практически, очень буртно развивалась вплоть до 80-х годов усилиями наших учёных, заокеанских учёных. И как математическая теория надёжности сформировалась, вы знаете, и в МГУ, и в Востоке институте Минобороны, и в Однодушной академии Жуковска. Но по мере накопления опыта обеспечения надёжности, начали возникать и противоречия, и некоторые несогласия с её трактатами, с её постулатами. Прежде всего, то, что надо дать эксперименциальный закон распределения в зависимости от наработки и интенсивности отказа. Уже параллельно я напомнил, что, скажем, профессор Хитобуров Ирослав Афанович, который имел большую статистику по отказам на морском флоте, он предлагал альтернативные варианты этой математической теории. На практике, как работник предприятия, помню, что, в принципе, любую надёжность можно было бы посчитать, если надо подогнать, подкрутить и обеспечить требования заказчика. А надёжность, в отличие от качества, это единственная характеристика, которая подводит черту под все показатели технического задания. Это единственная грань, которая разделяет и согласует отношения, как сказал Ирослав Афанович, заказчика и потребителя. Поэтому надёжность, надёжность и ещё раз надёжность. Мы знаем много подходов к расчёту надёжности и на основе физико-химических процессов, и ускоренных испытаний и так далее. Если вы помните, в 80-е годы были большие трудности даже с прохождением диссертаций, связанных с тематикой, связанной с надёжностью. Потому что подтвердить ресурс, надёжность, наработку экспериментальным путём была вещь в себе. Эта проблема до сих пор остаётся. Очень актуальна и важна. Буквально позавчера лицензировала статью, связанную как раз с экспериментальными способами оценки ресурсов кварцевых резонаторов. Не случайно. И поэтому данная работа, связанная с разработкой новейших методик ускоренных испытаний, особенно когда кашается обеспечивание, как в данном случае, трёх девяток после запятых в горизонте, 200-300 тысяч часов, никаким другим способом, кроме как ускоренные испытания, невозможно. Актуальные испытания не вызывают никаких сомнений. Что касается самой работы, я должен сказать, что очень приятно читать такие технические тексты, написанные на грамотном языке. Это редкость. При общем уровне падения письменной и устной речи приятно наблюдать такие тексты. Что меня особенно порадовало, это единственная диссертация, в которой я встретил впервые разделение цели работы и научной задачи. Нигде вы такой не встретите. Обычно цель смешивают и цели, и задачи, и полная каша, даже диссертации, которые прошли экспертные советы в АКП. Тема диссертации и автореферат в полной мере отражают содержание диссертации, текста её. Написана она классически, имеет традиционные четыре главы. Обзоры она из предметной области и постановка задачи дана в первой главе. Вторая глава посвящена непосредственно разработке технических решений, научно обоснованных. В третьей главе разрабатывается и предлагается уникальная методика ускоренных испытаний. Четвертое проводится теоретическая и экспериментальная проверка. Достоверность результата работы сомнений не вызывает, поскольку согласуются результаты со многими другими результатами авторов отечественных и зарубежных учёных. Манипуляции и всякие выкладки математические, если не смотреть на размерность и прочие вещи, сомнения даже не вызывают. Самое главное, проведены эксперименты, которые подтверждают достоверность этих результатов. Но для меня самое главное, это то, что результаты работы внедрены в космическую промышленность, в неэфирид, на другом предприятии, а для которых надёжность, наработка, ресурс, испытания не является пустым звуком. Это для них святая святых. Основные результаты исследований широко опроблены на различных площадках высокого научного уровня, международных конференциях. Имеется достаточное число публикаций в лицензируемых изданиях, в том числе индекс-фирмах «Воповская» и «Скопус» и «ВАК». Важно то, что улучшенные технические решения запатентованы в виде полезной модели. То есть у него два элемента, защищающих интеллектуальную собственность. По совокупности полученных результатов, без всякого сомнения, считаю, что это, извините, недостатки. Как я уже сказал, недостатки в части я в ходе доклада слышал ответы. Но вот не прозвучало, например, обоснование, почему здесь используется кварц-кварцевое личное волокно. Но либо потому, что под рукой было и использовали, либо есть какие-то другие обоснования, либо эти результаты можно применять и для других материалов. Есть некоторые огрехи в исполнении графических материалов, и нет ссылок на конкретные методики проведения испытаний. А так, в целом, по совокупности полученных результатов, без всякого сомнения, считаю, что решена важная научная задача. А соискатель заслуживает полное присуждения. Ученый степени кандидата в технические новости по специальности 2.2.11, информационные изменения, теперь направляющиеся системы. Спасибо. Огромное спасибо вам, Сергей Иванович, что вы приняли участие, несмотря на здоровье. Мы его очень ценим. Очень жаль, что вас здесь нет. Надеемся, что в следующий раз мы вам будем приветствовать именно здесь. А ответ на замечание представляется соискателю. Пожалуйста. Со всеми замечаниями согласна. Спасибо большое, Никита Алексеевна. Трудно не согласиться с таким замечаниями, что-то на это возразить. Итак, сейчас мы переходим к дискуссии. Пожалуйста. Да, ну, раз начал, тогда уж буду и говорить. Сейчас, пожалуйста. Так, ну, работа проделана большая, вообще говоря. И у меня есть, конечно, некоторые сомнения в достоверности некоторых результатов. Тем не менее, это, наверное, ну, как бы склонность моего подхода, поскольку я работаю в такой организации, которая заставляет всегда сомневаться в чем-то. Да, должен. Я должен сомневаться, мне деваться некуда. Но тем не менее, как бы могу констатировать первое, то, что соискатель, наверное, не совсем разбирается в теории точности, в теории погрешности. Это первое, что могу сказать. Ну, это не является, как бы, основой данной работы, поскольку данная работа, в общем-то, речь идет о повышении, ну, как бы обеспечении надежности ресурса данного изделия. Работа проделана. Да, конечно, прогнозировать на 30 лет вперед на результате испытаний в течение 250 дней я бы, конечно, не стал, потому что, может быть, все что угодно. Но с работой внимательно не знакомился, уверен, что там все в порядке, поэтому буду голосовать за. Спасибо. К чему я всех остальных призываю. Присвольфий, пожалуйста, мы как-то по часовой уже пошли, да? Цыпин. Значит, Екатерина Алексеевна, выпускник аспирантуры нашей кафедры, лакетно-космическое авиационное приборостроение на базе НИЭФИ. В свое время эти работы были начаты в НИЭФИ, поскольку используемая в нормативных документах НИЭФИ линейная модель прогнозирования приводит к тому, что испытания длятся несколько лет, и это увеличивает стоимость изделия, ну, многократно. Поэтому эти работы были очень актуальны, но в силу известных финансовых обстоятельств. Работы были значительно свернуты, то есть, если раньше Екатерина Алексеевна была начальником отдела, то сейчас отдел уже реорганизован в бюро, и просто нет финансовых возможностей на продолжение этих работ. И они были очень удачно применены к разработкам нашего госуниверситета. Екатерина Алексеевна участвовала в грантах, которые проводились в политехе, и результаты оказались очень убедительными. Как аспиранта я ее могу характеризовать как очень добросовестного, очень целеустремленного человека. Вот несмотря на то, что вроде бы вот по базовому месту работы, где работа начиналась, они значительно сократились, она нашла возможность использовать по назначению свои наработки. Я считаю, что результаты интересные, перспективные, и призываю поддержать диссертацию. Борис Вольфович, пожалуйста, Трофимов. Я сам как разработчик могу сказать, что при разработке изделий ракет космической техники всегда возникает основное противоречие. Это первое, короткие сроки разработки, и второе, это одновременно высокие требования по точности, надежности, стойкости к внешним воздействующим факторам, подтверждение ресурса, ну а также точность измерений. Поэтому данная работа, направленная на разработку методики вот этих ускоренных испытаний, да, для сокращения сроков разработки, подтверждения ресурса, а всё это дело ещё идёт из приёмки, как правило, представительства заказчика, где не отвертишься. Поэтому работа является актуальной для разработчиков и испытателей ракет космической техники, обладает новизной, практической значимостью, полезностью. Ну и я буду голосовать за и прошу членов Совета поддержать работу. Спасибо. Семенович, вы очень, там, вопросы много задавали. В своём мнении скажите двух словах, ну просто двух словах. Конечно, что тематика. Микрофон только включите, да. Да, а так вот, ага, комфорт. Пожалуйста, Илья Иванович. Несомненно, тематика очень актуальна, и, честно говоря, вот, ознакомившись с этой работой, я частично понял, почему элементы, рассчитанные на 10 лет, могут эксплуатироваться 30 лет. Но, конечно же, есть некоторые замечания у фармического характера, конструктивный образец, он совершенно как бы не раскрывает сути предложенных решений. То есть речь идёт о волокне, о конструкции представленной вообще достаточно известного датчика, который, наверное, уже серийно, и так далее, и так далее. Но, в целом, я, конечно, считаю, что эта работа, она очень актуальна. Почему? Потому что понятно, что оценить и оценить вообще период работы наиболее важных узлов, а к ним как раз относятся датчики и системы передачи информации, это очень важно. Вот и от датчиков, в основном, и методов обработки и передачи сигнала, зависит от качества в конечном итоге решения той задачи, которая решается с помощью вот этих вот средств, дорогостоящих, кстати. Я считаю, что работа соответствует специальности, выполнена в полном объёме, и Екатерина Алексеевна заслуживает присвоение учёной степени кандидата технических навыков. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Иванович. Так, достаточно, наверное, да? О, нет, ну как же, у нас вопросы были, значит, есть своё мнение. Пожалуйста. Значит, к сожалению, несмотря на достаточно большой объём, не соответствует требованиям, стилистические фразы типа «обоснованная разработана методика», то есть либо обоснована необходимость, исходя из этого методика разработан, либо методика разработана, и потом она обоснована. Дальше. Алгоритм методики, ну либо алгоритм, либо методика. То есть вот эти фразы, они, к сожалению, как говорится, нарушают стройность изложения. С другой стороны, вот я думал, Александр Иванович скажет, первая публикация ВАГ – развитие нелинейных методов прогнозирования показателей. То есть заявка в данной диссертации, по крайней мере, на уровне публикации, ну скажем так, чуть выше кандидатской диссертации, поэтому хотел бы поддержать данную работу и очевидный перспектив её развития, который изложен в публикациях автора. Спасибо, Николаевич. Вы, как всегда, у нас в самый углу. Я так думаю, наверное, все, кто сдавал вопросы, все своё мнение высказали, остальные молчаливые согласия дали, да? Тогда мы имеем возможность, да, ну, кстати, присутствующие, но поскольку присутствующие у нас практически нет, тогда переходим далее. А к чему мы переходим? Слово для заключения представляется Искателю Полякову Екатерине Алексеевне. В двух словах, пожалуйста, в одном предложении скажите своё заключение. Я хотела бы поблагодарить моего научного руководителя Елену Александровну и всех присутствующих. Спасибо большое. Пожалуйста, спасибо. Почему я всем слово предоставлю? Вы зря мне это замечание даете. Это самое дополнение. Итак, нормально. Они всё равно меньше пяти минут не говорят. Так, ну, у нас сейчас выбор счётной комиссии. Разрешите вариант огласить. Это для молчащего большинства. Водин, Мурашкина, Юрков. Кто за? Они не задали ни одного вопроса. Следственники сэкономили силы, и сейчас они приступят к работе. Проголосовали за. Всё. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Нет, ну, Татьяна, здесь понятно, по смыслу что должно быть, если однозначно. Угоритм ускоренной оценки для методики, это не важно. Но здесь надо внимательно... Да нет, в соответствии в том тексте, как диссертация, нет, тут соответствия, как диссертация, как авторитерация, чтобы не было разночтений. И всё, то, что здесь исправить, это очевидно. Пятая страница. Новые технические решения кабелей, такие как контрольные испытания. Контрольные испытания, это не технические решения кабелей. Это точно, да. А четвёртая страница, вот последний слой, новый принцип групповой испытания. Это новый принцип? Я не знаю. К слову, новый просто. Я не знаю. А, дальше. Конструктивных изгибов волокна менее расчётного. Может быть, более расчётного. Групповые есть? Вот здесь же, новое техническое решение, исключение конструктивных изгибов, менее расчётного. Может быть, более расчётного. Да, и почему, да. Менее расчётного, ради бога, не изгибается. Что-то непонятно. А, я отметил, да. Пятая страница, последний абзац, изложены, проведение испытаний. Как это? Ну вот, там изложены этапы разработки тогда, предварительные исследования и планированные испытания, проведение испытаний. Это все этапы. Это этапы проведения испытаний. Вот читается, как изложено проведение испытаний. Уточнить. Уточнить, да. Совершенно верно. А в начале что, нет замечаний? Вот доказано, введён, предложено. А мне не понравилось. Доказана результативность. Да, доказана результативность. Разве результативность можно доказать? Да, вот. Как это можно? Результативность доказать. Её можно проявить, показать, да, продемонстрировать, но доказывать, по-моему. Чем доказано? Да, чем доказано, да. Введён новый термин, тестовый образец, я бы здесь дал расшифровку этого термин. Да, он замечательный был, Борисович, я согласен, обязательно, да. Раз введен, так и введите. Вы что там, по сути-то мы слышали, что это такое? Вот давайте вставим, пишем. Как, Татьяна, можно такое? На словах все было сказано, в протоколе есть, и сюда имеем право писать общее мнение. Ну, вроде как здесь становится... Ну, да, 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 все, нормально, дальше идем. Пункт вообще средактированный, и введем, и введем, потому что некоторые тавтологи включают. Посмотрим. Ага, тавтологи. Посмотрим. Введем новый термин для... Нет, ну его переписывать надо, в любом случае. Ну, да. Да, нет, его редактировать. Раз введен, значит, должно быть обоснование, что это он вдруг введен-то, зачем? Что он дал? И что это такое, что этот термин значит? Ну, да, да. Да, да, да. Вот так оно причало, такой... Ну, все, ставьте сюда. Все, какие проблемы. Ну, и здесь вот менять тоже конструктивные параметры. Нужны вам здесь? Конструктивные, конструкции. Потому что мне передается сразу на технологии. А это где? Введем, последнее слово. Введем, ведем. Ага. А, да. У меня что-то есть. Ну, там когда появится определение, он... Да, да, это уйдет. Все, уйдет. Может, технические характеристики в самом деле. Нет, ну, просто эти конструктивные параметры, они дали какие-то результаты. Уже другого качества там измерить и прочее. Ну, там у нас введу, что он не подвижен. Ну, а это дает какие-то результаты в результате для измерения. То есть, это как промежуточный элемент. Что мы указываем? Конечный результат указать. Это дает оценка оценки на должность шаби. Понятно. Ну, в общем, это тогда нужно просто четче написать, чтобы вот это как-то завалировать. Потому что вы хотите, чтобы конструкцию предлагать. Угу. Нет, ну, там действительно, там есть что, в некотором случае, неизмерная конструкция. Да нет, это понятно, что конструкция, но она же не самая главная. Решайте задачу, не конструкцию выбрать. Наверное. Все равно, задача-то не конструкция. А тут выходит, что мы хотели конструкцию разработать. Вот мы и разработали. Там же задача решается как раз исключить элементы, которые могут повлиять на оценку. Ну, я про это и говорю. Что это промежуточный элемент, который позволил там чего-то сделать. А тут выходит, что просто сама конструкция нужна. Вы просто переписать. Неизменная. Да, тем более она неизменная. Так, шестая страница. Пятая, я вот посмотрю. Опять пятая. Применительные публикации использованы. Я вот в автореферате не нашел про измерительную технику, чему-то подрешности, ничего. А где вы не нашли? В автореферате по методу исследования. Ну, тут есть. И применительных диссертаций. Михаил Юрьевич, ну, тут есть формальный повод. Выставляется не только автореферат, но диссертации полностью. Я согласен. И поэтому, если там нет, вот тогда, конечно, записать. Я там помолчал. А здесь я предлагаю, при проблематике диссертации, вот здесь внести что-то из информационной измерительной техники. Понятно. Теория погрешностей. Теория там измерительных систем и так далее. Ну, правильно, правильно. Я согласен. Потому что диссертации есть, в автореферате нет, а мы должны все равно отмечать, что она есть. Из названия специальности ключевые слова. Да, из названия специальности. Михаил Юрьевич, спасибо вам большое. Вы правильно отметили. Я вот так. Да, ну, понятно. Все, спасибо. Тогда шестая страница. Это обязательно нужно. На шестой странице проведена модернизация алгоритмов. Посмотрите положение, выносимое на защиту. Вы, насколько я там помню, модернизировали методику. А где алгоритм? Но методики, словно модернизации, словно методики, как-то не очень. Почему? Модернизация методики? Модернизация методики. Ну, обычно... А в автореферате вы не вывискли. Нет, кто не сказал. Методики расчета у вас действительно, она модернизирована, то есть экспоненциальная модернизация. Если у нас на защите прозвучало и возражений нет, то мы обязаны это как зафиксировать. Раз все согласились, значит нормально. В положении на защиту вынесено. Да. Трансформа, формулировка. Конечно. Нет, ну здесь, получается, повторим, потому что где разработан, там, методика. Ну и что? Она же вот сейчас рассказала. Вообще расчеты. Нет, тут все правильно, Михаил Юрьевич. Я еще раз прошу, что ты как-то видел? Вот эту фразу вы... И писать уже... И я бы еще... И я бы еще... Вот ту фразу, которую вы пронесли, вот сейчас, вот, вы ее, пожалуйста, запишите и везде используйте. Я бы вот изучены факторы, не влияющие на прочность оптического волокна, а на продолжительность испытаний или на достоверность испытаний. Условы длительности испытаний. Да, вот я бы вот... Да, кстати, правильно, прочность здесь при чем? Если прочность, должны быть характеристики, сколько, чего там, в числах. То есть факторы, влияющие на продолжительность испытаний. Ну как там вот так вот? Ведь конечная результация, оно же надежность должна быть. Сейчас это... Перекусывать запретили, и все, и только у вас... Что еще по шестой странице? Не знаю? Мне вот не нравится вот это. Да, Петр Павлович? С коэффициентом ускорения, ускорение 420. Какой цель? Все, все в вашем полу. Я помню, винил был. Налейте, да, по сути. Давайте вот эти слова с коэффициентом ускорения удалим. Да, да, да. Заколощающее время испытаний, да. Уменьшающее время испытаний настолько-то. Можно с заданными требованиями. Я проведу из газеты, да. Позволяющее уменьшить время испытаний 420 раз. Борис Войтвич, еще раз, по какому месту? 420 еще и убрать. Позволяющее уменьшить, продолжите. Разработанные внедрены. Страницы, разработанные внедрены. Тестовый образец, предназначенный для испытаний на 420. А вот на 421 он уже не предназначен. Ну, я с этим тоже согласен. Ну, Татьяна, это просто пропустили, да. Можно, если мы снизу многоточек, а вот на 30, 40. Да можно вообще здесь цифры не приводить. Давайте с коэффициентом ускорения уберем. Цифры здесь можно не приводить. Вы же их диссертации, они заданы, известны, а вы просто заданы. С коэффициентом ускорения просто уберем. Да, конечно. В автореферате есть, слава Богу. Так, я вот еще по абзацу вышел. Да, Сергей Иванович. Позволяющие сжатые сроки с минимальным материальным затратом. Тут никаких этих параметров. Ех ты, а где материальные затраты? Это где? Это церковь. Какая страница? Какой абзац, Сергей Иванович? Ну, в докладе был вставлен. Шестая страница. Разработанные внедрены. Разработанные внедрены. Комплексная методика ускоренных испытаний, позволяющая сжатые сроки с минимальным материальными затратами. Ех ты. Материальные беремоты. Да, мы это не оценивали. Да, вот для науки материальный затрат, по-моему, вообще не приоритет. А сжатые сроки? И сжатые сроки. Это для военных нужно сжатые сроки. А в науке какие сжатые сроки? Тем более, там о сроках ничего нет. Нет. В работе. Устарение для тех, я бы оставил. Но это совсем другое. Это время испытания. А в такой терме, это как будто нам дали работу, вот мы в сжатые сроки должны выполнить. Здесь смысл выполнения конкретной работы. Позволяющих в течение шести месяцев. Да, 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 вот именно. Сократить сроки можно написать, уменьшить затраты, да. А вот так, чтобы четко прям. И в самом конце, программа управления микроконтроллером для определения разности фаз. Я что-то видел и не слышал. Последняя самая, последняя. Создана программа. Создали программу. Нет, у них там вот написано. Есть там, нет. Есть в авториферации? Нет, нет, да? Да нет, в авториферации. Управление микроконтроллером, вот это возьмите название. То есть то, что вы забили в это в подсете. Программа управления микроконтроллером. Нет, ну это же в патенте есть. Есть. Вот конкретно написано. Вот его конкретно пишем. Оно у нас есть, есть. А все остальное мы не видели. Это нормально будет. Так, седьмая страница. Представлены предложения по возможному использованию. Просто по использованию, возможному зачеркнуть. То есть делали, делали работу. А зачем? Возможно использованию. По использованию. Вы можете, а пусть и не можете. Так, и здесь, по-моему, полагается сейчас указывать конкретные предприятия. А здесь написано, а вот у емких отраслях и, например, в атомной промышленности. Вот очень конкретно. Атомная промышленность, это прямо очень конкретно. Это достаточно. Еще нефтегаз у нас, являясь авиацией, все. Больше у нас ничего нет. То есть нефтегазы нам предложили. Я бы какие-то указал бы предприятия, например, такие-то, мне кажется, надо. Нет? Борисович, у вас мысль какая? Вы ее скажите. Что? Предприятия. Указать предприятия. НПО, не ЕФИ. НПО, стат. То есть не просто атомная промышленность. Ну, не просто атомная промышленность. Борисович, пожалуйста, это... Тут написано представление, предложение. А, где-то дальше будет рекомендация по использованию, да? Я просто сказала, но это то, что у вас припирается диссертация. Где-то должны быть рекомендации по использованию. Вот те результаты. Если нет слов, то значит, да. Это шаблон. Нет, это все понятно. А в диссертации там хоть есть где-нибудь? Анатолий Ильич, нет шаблоны, где рекомендуется использовать. Не понял. Тихо, тихо, секунду, ну секунду. Есть? На уйдет на констат и в атомном промышленности. Ну вот, я же сказал. Заречный, это базовый завод атом-промы. Ну, что мы хотим? Например, старт. Да, например, старт. Это же базовый завод атом-промы. Значит, вот это атомная промышленность. Мы с предприятиями. Нет, ну это на самом деле базовый завод атом-промы. Если вы извините меня, да. Если там используется, ну какие тут вопросы? Или предполагается? Значит, уже есть контакты, а у них же есть дезертации. Там, кстати, есть. Сейсмический датчик для чего? Для атомных реакторов оптоволоконных. Это конкретная работа. Нет, здесь не придерешься. Так? Татьяна, ну нужно это отметить. Старт, извините, это базовый завод атом-прома. Вы там хотите работать. Почему вам в этом нельзя писать-то? Согласитесь, пошли дальше. Так, можно? Да, конечно. На основе конецептуального обобщения. Слово очень хорошее, но я его вижу первый раз здесь. В авторе Феррате есть систематизация, комплексирование, ну, это и комплексное решение, системное обобщение. А, я понял, то есть слово «концептуальное обобщение» в тексте. Это вообще просто, основано на ладо. Это название, это все очень хорошее, но вы сейчас появляете первый раз. Нет, но я... В авторе Феррате есть где-нибудь у вас конецептуальное обобщение? Концептуальное обобщение. Нет, нет. А? Если с учетом теории линейных систем и докторской диссертации, я бы поддержал. Александр Иванович, кстати, сказал, что там есть элементы вот такие, которые вот можно сюда, как конецептуальное обобщение. Я сказал, что диссертация выходит за раки стандартной кандидации. Вот в шаблоне, в подстрочнике там есть слова обобщения передового опыта. Ну, да, да. Я бы сказал, что это слово «концептуальное обобщение». Да, кстати, лучше передового опыта, она же перечисляет все, у нее хороший обзор. Вот это пойдет. Я бы слово «системное обобщение», исходя из... Нет, ну, надо из подстрочника максимально... Нет, ну, тут сказано у нас в шаблоне, в подстрочнике рекомендуется другое выражение. Мнение, я бы сказал, что вы думали. Конечно. Нет, ну, все правильно, продолжаем. Конечно, Анатолий Вячеславов, в подстрочнике есть вариант. Значит, либо так, либо так. Все. Пошли дальше. Нет, я все-таки вернусь к этому. Здесь вообще надо выбрасывать основу концептуального обобщения и теории. Просто на основе теории. И все. Ускоренных испытаний. А что там обобщалось-то? На основе теории ускоренных испытаний базировалось. То есть скромнение. Конечно. Ну, раз скромность у нас украшение... Ну, обобщение... Ну, предложите... Дальше, дальше, пожалуйста. Использованы, установлены. А здесь что значит априорные? А здесь все нормально. Да? А вот Петр Павлович говорит, что ненормально. Нет, априорные это нормально, зря. Априорные это то, что было до исследования. Априорные это непонятно. Общие. А результаты... Ну как? Результаты предыдущие. Слово результаты. А априорные это вообще непонятно. Это вообще что было. А тут конкретно результаты используются. Татьяна, вот вы согласитесь, все-таки. Так точнее. По вопросам совершенства. Ну какие там? По вопросам совершенства. Где же вы нашли-то? Сергей Васильевич, спрашивай, где вы нашли. Ага. Ну, это вот привозная информация. По вопросам совершенствования волоконно-оптичных зол. Слово совершенствование. Разработка. Нет, ну, разработка. Они сердце швуют. Она только совершенствует. Мы должны, извините, не получать. Разработка следующей дроби для пирожки. Для улучшения, когда я напишу. Я заучаствую. Ну, не по-русски это написано. Мысль-то понятна абсолютно. Но написано как-то вот не очень. Слово улучшение. Да, улучшение. А это паспортные дроби. Да. Слово улучшение. Улучшение. Обработка трёх уровней информации. Потому что конечная методика срок получается. Совершенствование. И методика. Современная методика совершенствовывает, да? Давайте дальше. Паспортных пять раз. Ну, бывает слово «известных» в научных публикациях. Да, вот слово «известных». Нет, ну они отмечены Ленинским премием. Раньше как это было «известных». Нет, мы знаем. Есть «МСП», есть «Собсекретный». Здесь особая важность. А еще для известной широкую массу общественности. А вы зачем расстановились? Ну, братья это слово. Так, все понятно. Давайте дальше. Время у нас идет. Сергей Владимирович, ну давайте кончим. Осталось чуть-чуть. Восьмая страница. Василий Владимирович, а вот установлено качественное количество совпадения адреса. Это где установлено? Это из шаблона. Это из шаблона. Да, да, из шаблона. Там подстрочные, подстрочные. Ну, подстрочники взяли. Мы в таких случаях, подстрочники есть вариант. Мы его взяли, имеем право. Рекомендуем. Тогда что нового? Личный вклад. Давайте. Конечно, рюмцы. Это же шаблоны. Из шаблона. Из шаблона. Из шаблона. Используясь чего? Используясь шаблонность. Потом. Но это дословно из шаблона взята фраза. Сергей Иванович, это из шаблона. Ничего не вмешиваться. Если Вак считает, что это новое. Им так привычнее. Да, вот это упущение. Так, восьмая страница. Личный вклад. Вот здесь вот желательные критические замечания. Они только на обоих написаны. Три штуки. Но тут какие-нибудь дашки. Критические замечания? Критические замечания? Да. Потому что эхо. Вот польза как мужа защиты. Нет, но тут критические замечания были у присутствующих. И все, кто присутствует, ставит. Орден так мужа защиты. Сейчас, сейчас, сейчас. Михаил Юрьевич, извините, я перебью. Вы свои критические замечания во время дискуссии высказали. А у нас вот на восьмой странице. Не, ничего, что. Основные научные результаты. А дальше. В ходе защиты были высказаны. Вот вы высказали свои замечания. Нельзя ли сюда вот писать первый пункт? Продиктуйте, пожалуйста. Михаил Юрьевич, у вас там были замечания очень существенные такие. Посмотрите, пожалуйста. Продиктуйте, критические замечания. Да. Нет, вы свое сформулируете. Своё сформулируете. Своё? Да, это здесь... Михаил Юрьевич, вы просто напишите сейчас своими словами. Они потом учтут уже. Вот фраза, это, подзащитный понравился. Ну, напиши, напиши. Я точно сформулирую. Сейчас там, сейчас скажу. Напиши, пожалуйста. Слова. Сергей Ажавович. Да, да. Да. Формулировки научной задачи. Научные задачи. Нет, научные задачи, это нормально написано. Цель и задачи. А тут у нас и научная задача, и цель, и задача исследования. Если их, то это все три в совакууме. Да, все правильно. Цель-то может разрешаться. А где написано решение? Лично состоит в формулировке... Путей их решения. Новизна решается цели и задачи. В формулировке методичного основания. Их решение, то есть трёх вот этой совакууме, триада. А, понятно. То есть ещё решение формулировки выходит. Да. Значит, мы ещё решили формулировку какую-то... То есть задачи к чему относятся? Ну, понятно, Сергей Ажавович. Ну, смотри, задачи, цели, задачи. Ну, Сергей Ажавович, понятно, понятно, здесь... Почерплю. Почерплю. Можно формулировку руководителя. Конечно. Нормально, нормально. Здесь всё хорошо, только по-русски чуть-чуть нужно. Делайте всё. Вот ещё тут, может быть, сокращение ввести, волоконно-оптического датчика не надо? Нет, лучше сокращение вводить. А тогда волоконно-оптические информационно-измерительные системы почему? Так, а вот по второму вот у нас замечанию. Пункт 2. Непредставлены числовые значения. Это как? Непредставлены они у нас. Ну, это взято, по-моему, из Оскова, по полу-то. Есть где-нибудь там цифры? Нет, цифры-то... Ну, 400 ватт. Вот и всё. Мало цифр-то. Нет, ну, нехорошее замечание. Конечно, нехорошее. Что это такое, цифры? Сергей Ажавович, формулирует какое-то замечание. Что? Политическое замечание сформулируется, напишите. Замечания что? Да. Кого? Замечаний много, давайте это выкидем. Выкидем? А что мы можем? Ну, заменить чем-то надо. Нет, заменить. Выкинуть нельзя. Замечания должны быть. Мы другие пишем. Нет, он заменит. Он первый замечание пишет. А кто пишет? Я свои напишу. Конечно. Еще кто-то напишет. Мы потом еще при просмотре стенограммы. А вот это заменить просто недостаточно подробно рассмотреть. Конечно. Татьяна, вот есть предложение. Послушайте еще раз стенограмму, да. И оттуда выбрать нормальный, там вот выскажили замечание такие живые. Они будут как раз здесь отражены. Ну, ты сейчас слушать теонограммы не будем. Мне понравилось. И что же? Мне понравился. Давайте снова заслушаем. Дальше пошли. А что, дальше всего? Тихо. Извините. Второй снизу абзац. Диссерационный совет считает, надо полностью переписать в соответствии с шаблоном. О-о-о. А там, знаете... О шаблоне, слушайте, написано. На заседании. Да, да. Диссерационный совет принял решение. У нас этого не прошло. Шаблон, шаблон. Шаблон, шаблон. Шаблон, ошибка. Два раза. Одна и два. Это было написано. Где? Нет, есть последнее предложение. Винк, что-то решение о решении. Вот шаблон получается. Принял решение, двоеточие. Начинаете снова... О решении. Формулировку решения. Обычно еще вторые советы указывают пункт такой, как положение. Да, пункт такой. Ну, пусть найдут, возьмут шаблон. Возьмут шаблон. Шаблон не грамотно написано. Татьяна, лучше написать, не грамотно. Ну, как им надо, чем грамотно. Уже замечания были. Пишем. Принял решение, двоеточие. Снова абзац начинаем. Значит, и дальше формулировку решения. Давайте придерживаемся шаблона. Шаблон. Мы какое решение приняли? Какое у нас решение? Совет принял решение. Дальше мы... А как по-другому? Мы не признали. Что признали? Так, и теперь дальше. Там слишком длинная формулировка. Там с указанием 25-30 лет. Это надо все убрать. И дальше. В шаблоне написано. Имеющий значение для развития соответствующей отрасли знаний. Отрасли знаний... Слушайте. Татьяна, подождите. Отрасли знаний у нас информационно-измерительной управляющей системой. Отрасль правильно уже указывать? С ответственностью с этим. Конечно. Все правильно. Отрасли знаний у нас специально. Я считаю, что ответила на задаваемый вопрос. Не задавая. Да. Да. Да, вообще-то она ответила на задаваемый вопрос. Я это сам слышал. Задаваемый. Тут взятой шаблон. В шаблоне. Тут неправильно в шаблоне. Да. В шаблоне написано на задаваемый е. Ну, мы можем поправить. Можем поправить. Груповые. Борис Викторович, Сергей Иванович, групповые испытания вставлены в кавычках. В кавычках? В кавычках поставлены. Поэтому ваше замечание не принимается. Борис Викторович, возьмите одну минуточку. Восьмая страница, последний абзац. Да? Так. Номер совета, смотрите. Еще раз. Номер совета. Номер совета. Так номер совета неправильный. Вот я бы у нас вроде бы другой. Мы вообще за учебу совет принимаем решение. Молодец, молодец. Спасибо большое. А где где? Ваши на лице последний абзац. Да. А чей совет-то это вот? Нет, нет. Новый номер надо. Новый номер есть. Так. Общее мнение. Борис Викторович, скажи. Я за основу. За основу. Николай Кондратьевич, вы как? За основу? Принятие. Все. Спасибо за работу. На сегодня у нас все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...